Катастрофа Ан-26 по Тбилиси. Авиационная катастрофа пассажирского самолета Ан-26 байтов таджикского авиапредприятия Точекистон, произошедшая в четверг 17 июня 1993 года в 33 километрах от Тбилиси, при этом погиб 41 человек. Самолет Ан-26 байтов с регистрационным номером CCCP-26035 был выпущен заводом Антонова в конце 1980 года, после чего передан Министерству гражданской авиации Советского Союза, а к 5 января 1981 года поступил в Ленин-Абадский объединенный авиационный отряд таджикского управления гражданской авиации. После распада СССР и упразднения МГА СССР в июне 1993 года борт 26035 вошел в состав флота авиапредприятия Точекистон, образованного на базе таджикского управления. Катастрофа самолет выполнял чартерный пассажирский рейс из Батуми в Шимкент с промежуточными посадками в Баку и Ашхабаде. Пассажирами являлись коммерсанты, которые сели на борт со своими товарами. Согласно полученному экипажам перед вылетом прогноза погоды на значительной части маршрута Кутаиси-Тбилиси-Баку ожидались грозы. Однако командир экипажа принял решение на вылет. Поздним вечером с 28 до 36 пассажирами и пятью членами экипажа лайнер вылетел в Баку. Самолет следовал на эшелоне 5100 метров, когда экипаж доложил в Тбилисский районный центр управления воздушным движением о пролете Мухрани. Это был последний радиообмен с бортом 26035, а вскоре его отметка исчезла с экрана радиолокатора. В 22 часа 15 минут Ан-26 врезался в землю близ села Чопарти и в 33 секундах половины километрах к северу от Тбилисского аэропорта все люди на его борту погибли. Причины местные жители указывали, что самолет взорвался в воздухе, но Министерство внутренних дел Грузии почти сразу опровергло версию о том, что катастрофа произошла из-за взрыва на борту. Согласно заключению комиссии, происшествие на самом деле произошло из-за того, что во время пролета гроза лайнер с засильной турбулентностью вышел на закритические углы атаки, перешел в сваливание, а затем вошел в штопор. Командир знал о наличии Грозы на маршруте, но тем не менее предпочел лететь. Во многом это было связано с тем, что аэропорт Батуми работал только днем, при том, что в нем не было нормальных условий для ночевки, включая место отдыха экипажа, охрану самолета и багажа, а также многое другое. Далее во время полета экипаж запросил разрешение обойти Грозу с южной стороны, но диспетчер в Тбилиси это делать запретил. Выбор запасных аэродромов у экипажа при этом был сильно ограничен, так как на постсоветском пространстве в то время еще была сложна политическая и экономическая ситуация.